Адвентисты в Сербии имеют близкие отношения с людьми благодаря мероприятиям по здоровью. Клубы здоровья вызвали большой интерес у местного населения. Они вместе ходят в походы, занимаются спортом, проводят лекции о здоровье и кулинарные мастер-классы. Если бы не эти мероприятия, вполне вероятно, что участники никогда бы и не встретились с адвентистами и не услышали благую весть. Здесь важно в первую очередь построить дружеские отношения, а потом уже говорить о том, кто вы. В противном случае они с самого начала отвернутся от вас. Личные отношения — это то, как Иисус служил, когда был на земле. И эти члены церкви следуют его примеру, применяя метод служения Христа. Это ключ к построению отношений, особенно в таких растущих городах, как Белград, где люди обычно сосредоточены на своей личной жизни и заботах. Это общество, которое проживает в многоэтажных зданиях. Здесь много небоскребов с огромным количеством людей. Это большое поле для деятельности. Здесь живет много людей, которые ничего не знают о Боге. Они не особо религиозны. Люди не хотят знать и искать Бога. Мы сейчас живем в таком обществе, где никто не хочет слышать о Боге. Трудно говорить о Боге с людьми, которые не знают Его или не хотят о Нем слышать. В этом и заключается наша проблема. Это светская страна. Всего несколько лет назад в районе, известном как Новый Белград, не было адвентистской церкви. Когда члены церкви, живущей в этой части города, хотели собраться вместе, им приходилось проделывать долгий путь, чтобы добраться до ближайшей церкви. В 2020 году, благодаря вашим пожертвованиям 13 субботы, в Новом Белграде была основана церковь. Они нашли двухэтажное помещение и в настоящее время занимаются ремонтом первого этажа, где будет городской центр влияния. Это для нас много значит. Теперь мы можем проводить служение и приглашать друзей. Помещение очень хорошее, и мы очень благодарны Богу за то, что здесь два этажа. Наверху, где мы сейчас находимся, проходит богослужение, а внизу очень удобно организовывать различные мероприятия. Здесь будет центр влияния и клубы здоровья. Мы будем учить людей готовить здоровую пищу и, возможно, что-нибудь мастерить. Здесь много людей, которым нравится делать что-то своими руками. Например, варить мыло из полезных ингредиентов, а также декупаж и квилинг. Ваши пожертвования 13 субботы были приняты с особой благодарностью. В новом помещении эта община чувствует себя как дома, и мы надеемся, что их церковь будет и дальше расти. Я очень благодарна тем, кто нам помог, всем братьям и сестрам со всего мира, потому что это большой район, где раньше не было нашей церкви. Поверьте, мы молились более 20 лет. Мы молились о том, чтобы у нас была эта церковь. И поэтому мы, в свою очередь, тоже готовы отдать наши пожертвования тем, кто также мечтает иметь свою церковь. Я так благодарна. Спасибо. Я благодарна Богу за то, что Он дал людям желание отдавать, что Он вдохновил их на эти пожертвования. Это говорит нам о том, что мы должны работать и оправдывать то, что у нас есть. Мы должны молиться о том, чтобы Бог использовал нас там, где мы есть, и заполнил это здание так, чтобы нам пришлось искать другое. Пожалуйста, молитесь за эту церковь, так как скоро они откроют городской центр влияния в новой части Белграда. Благодарим вас за пожертвования 13 субботы в 2020 году, благодаря которым мечта этой общины стала реальностью. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok